Благословен Бог и имя Его да будет благословенно. Вот у меня как раз это письмо, о котором шла речь. Павел говорил, я сейчас вам его зачитаю. Церковь евангельских христиан-баптистов искренне и сердечно благодарит братьев и сестер Библейской христианской церкви города Портленда, штат Орегон, за оказанную вами нам помощь в сумме 4 230 долларов, переданную через Павла Бондаренко. Да благословит наш Господь и Бог вас обильно во всем. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу. 2 Коринфянам 9, 12, 15. Пастыр церкви Владимир Телеус. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом, Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. Филиппийцам 4 глава 19 и 20 стихи. Поместна церковь евангельских христиан-баптистов, миста Славянск, Донецкие области. И перед тем, как молиться, я немного вот под впечатление этого письма, я думаю и вас также, немного хочу сказать о том, насколько это единение производит вот это написано обильное благодарение Богу. Мы когда участвуем в трапезе Господней, постоянно слушаем это местописание. Это первое послание Коринфянам, 11 глава, 29 стихом. «Ибо кто есть и пьет недостойно, тот есть и пьет в осуждении себе, не рассуждая о теле Господнем». И вот я немного вот на под впечатление в это письма хочу вам предложить немного порассуждать о теле Господнем. Дело в том, что у Бога нету множества церквей, множества тел, у Бога одно тело и одна церковь. И если это церковь баптистского, баптистская динаминация находится в городе Славянске на Украине, то это все равно одна Божья церковь. Это член одной, одного Христового тела. И вот когда мы, заключая с Богом завет, мы причисляемся к одному телу, к одной церкви Божьей. Интересно, вот я читаю вам, предлагаю прочитать послание Крымлина, 12 глава, 11 стих, и немножко выборочно. «В усердии не слабевайте, духом пламенейте, Господу служите. В нуждах святых» – это 12 стих – «в нуждах святых принимайте участие». И еще читаю из 12 главы, 12 стих. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их много, составляет одно тело, так и Христос. Ибо мы, ибо все мы одним духом крестились в одно тело. «Иудеи, и елены, рабы, и свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тем более прилагаем попечения. «И неблагообразные наши более благовидно покрываются, и благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечения». Еще раз. «Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечения». У меня не раз возникала мысль, когда, как мне казалось, я приближался к Богу, особенно близко. Вот мне хотелось, чтобы вот менее совершенные как-то, ну, по-хорошему, тихонько сами ушли. Чтобы не тяготели, вот чтобы не мешали, чтобы не были вот каким-то балластом. Но здесь написано, что Бог внушил, внушил о менее совершенном более большие попечения. И это речь идет о теле. Это речь идет о славянской церкви, это речь идет в Мексике, это речь идет об Африке. И по всем местам, где народ Божий признает Христа как личного спасителя, народ, который заключил с Богом завет, он становится одним телом. И оказывается, Бог внушает нам, вот в наш дух, о менее, вот совершенных, большие попечения. Вы представляете, как вот здесь, во втором послании Каринтина апостол Павел говорит, что вот это приношение возбудило такое благодарение Богу. Слышите, что написано в письме? Это очень, вот, ну, для них было таким радостью, таким весельем перед Богом. Я повторюсь, что однажды мы своей, ну, моей семьей поучаствовали в нужных святых, и вот на Украине купили одной церкви автобус. И когда им вот это предложили, ну, если честно, если честно, я думал, что они мне скажут, по крайней мере, спасибо. Не тут-то было. Там такое, значит, пошло веселье, такое славословие, их посетил как бы сам Господь. И пошла молитва, пошло веселье, славословие. А я в сторонке так стоял и думаю, ну, в конце концов, может, спасибо хотя бы скажут. Да, они сказали попозже, но здесь написано обильное благодарение. По менее, о менее совершенных Бог внушил нас большее попечение. Когда ты сидишь и рядом с тобой, вот, локтем потрогай, рядом с тобой сидит кто-то, как тебе кажется, он менее совершенный, какой-то неблаговидный, о котором мне хочется вот поставить на шест, чтобы все увидели, что этот человек как бы не достоин быть и называться. Но Бог, вот этот Бог, который возлюбил нас прежде, нежели мы его возлюбили, говорит, а о менее совершенном, менее совершенный нуждается более, в более большем попечительстве. А вообще неблагообразные, на которые как бы смотреть неудобно. Он говорит, что больше покрываются, больше им прощаются, больше о них заботятся. И это так, это Бог, вот, свою сущность выдает через вот это послание апостола Павла. И при том, апостол Павел, вот мы в Римлянах читали, что в усердии бы мы не ослабевали. Ну, раз, и два, и три, и десять, доколе было? У мечта, вот, у Петра, это как-то поставить под закон, и вот, семь раз, до семижды, сколько покрывать, до семижды, и, чтобы как-то узаконить, поставить эту печать, вот, как на этом письме. Ну, апостол, тогдашний ученик Пет и спрашивает Христа, а до семи ли раз прощать? Не тут-то было. В усердии не ослабевайте. Это не только, чтобы доллар дать, не в том, чтобы вот на кухню принести дома с любовью салат сделать и принес на кухню. Нет. Это в том, чтобы покрывать, чтобы прощать. Это в том, чтобы твое усердие о заботе, о рассуждении, о теле не прекращалось, не ослабевало. Чувствуешь, твоя как-то внутренность уже не столько горит о церкви. Вспомни, что Бог внушил, внушил, о более таких несовершенных, более попечения. Позаботься об этом. Хорошо, когда вот твое усердие возбуждает святого человека, святых людей. Вот написано, обильное благодарение Богу. Вы представляете, как можно Богу угождать? Как бы даже легко, очень даже легко. Сделал какое-то попечение о ближнем, о церкви, и возбуждается обильное благодарение. Ну, благодаришь как-то, вот в душе моей, как-то не слышу, что Бог отвечает. Ну, благодарю, ну, славлю, ну, спасибо, ну, thank you. Ну, как бы еще по-английски, по-мексикански, вот, наговорить Богу, чтобы, в конце концов, услышать. Нет. Усердие попечения о святом человеке, который принадлежит к телу Божьему, который заключил завет, возбуждает обильное благодарение Богу. Я еще раз прочитаю. Напротив, члены тела, которые кажутся, это речь о теле, рассуждая, а кто не рассуждает, тот болеет, и даже многие из вас болеют и немало умирают. Кто? Кто не рассуждает о теле? Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечения. И неблагообразные наши боли благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большие попечения. Дабы не было разделения в теле, и все члены одинаково заботились друг о друге. Поэтому страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы тело Христово, а порость члены. Помнится, когда Бог вывел народ израильский из Египта, Он стал называть его, написано, из Египта возвал сына моего, как одно. Народ Бог стал видеть, как одно. Он стал его называть невестою, сыном, но всегда смотрел на него как одно. И был случай такой в истории израилек, вышедшим из Египта, был такой случай. Мариам в силу своих, вот каких-то, не знаю, может родственных наклонностей, она восстала против Моисея и тем согрешила перед Богом. Помните, что случилось с Мариам? Ее покрыла проказа. Она стала белой от проказа, там написано. И какой выход с положения? Арон помчался сразу к Моисею, эй, спаси, сестра наша, кровинушка. Моисей стал молиться, хотя и Мариам выступила против него, Моисей стал молиться. Но Бог, вот кто помнит те подробности, это написано в числах, по-моему, 12 или 13 главе. Но Бог говорит, когда отец плюнет в лицо дочери, не остается она в стыде. Итак, пускай Мариам будет вне стана семь дней. И Мариам, ну, выставили вне стана, то есть она как бы вышла из общества Израиля. И там дальше написано, я как-то не реагировал на это, что стана, весь Израиль остановился и стоял, ждал Мариам семь дней. Это уже речь о том слабейшем и немощнейшем, которые, ну, бывает, что спекулируют. Они говорят, я вот соблазняюсь, а вот я слабый, вы об мне заботитесь. Так я хочу сказать и этим слабым и немощным людям, что из-за вас, поскольку вы в теле, приходится стоять в церкви, не расти. Семь дней стоял Израиль, не двигаясь в сторону своих обетований, не двигаясь в сторону обетованной земли. Только потому, что один член из этого общества был в проказе. Страдает одно тело, страдают все. Если ты думаешь, а мне как-то по боку, как-то живу я сам по себе, но находясь в Богом завете, принадлежащей к телу Божьему, нет. Твоя жизнь, моя жизнь, очень вот влияет на движение церкви, очень влияет на состояние церкви, на движение к обетованиям. И если мы говорим, почему нет тех обетований, которые Бог говорил, где они, где? Надо поразмыслить. Был такой случай, что вот побили Израиль, хотя и ввел Израиль победоносные войны, и собралось израильское общество, и Моисей сказал, эй, в кого грех? Молчат все. Ну, стали проводить перед Богом, и в конце концов нашли этого. Кто там заклятое взял? Да, был такой, да. Был такой человек, он взял из заклятого, то есть то, что принадлежало только Богу, украл, иным словом. И от этого потерпел Израиль. Посмотрите, насколько мы, ну, уязвимы друг от друга. Если, ну, я вот скажу, моя жена перенесла болезнь, и вот левая рука не слушается ее. Как бы она хотела ею владеть, она нет. Она не подчиняется воле тела. Она живет, как бы, и пользуется, и пользуется, потому что кровь омывает, очищает эту руку. Но она, эта рука не приносит пользы для тела. Если вы причислены к сонму святых, если вы стали одной из церков, позаботьтесь, чтобы в усердии не ослабевать, чтобы работать, работать для жизни церкви, а не просто быть стяжателем Божьих благословений. В конце концов придет к тому, что церковь, тело Божье остановится и будет ждать, пока этот член восстановится, пока пройдет определенное время для того, чтобы Мариам очистилась, и опять стан израильский пошел к своим обетованиям. Очень важно, очень важно, вот, заботиться друг о друге, знать чувства друг друга, очень важно сострадать друг другу, радоваться с другом, друг с другом. И это написано в послании. Апостол Павел говорит, это заповеди Господни. Это не просто пожелание его, хотя он и мудрейший от Бога человек был, и по плоти наученный, и от Бога имеющий величайшие откровения. Эти слова пускай будут нам всем напоминанием, ободрением, ну и радостью, потому что быть причисленным к телу Господним, это большое достояние, это большая честь называться телом его, Божьим, называться невестой его, называться сыном его. И это можно тогда, когда будешь жить жизнью тела Господнего. Пусть нас всегда настораживает эту мысль, что многие из вас болеют и немало умирают, только потому, что мы не рассуждаем о теле. Будем молиться. Господи, благословен от века и до века Ты Бог. Я благодарю Тебя, что наши такие небольшие усилия возбудили такое обильное благодарение Тебе в этом славянске. Господи, благодарим Тебя, что Ты удостоил нас этой великой чести послужить святым, послужить телу Твоему, быть органическим единением со святыми Твоими по всему лицу земли. Молю Тебя, Господи, дай нам всегда рассуждать о теле Твоем, принадлежать Тебе, вести такой образ единения, образ жизни, образ мышлей, единения с телом Твоим, единения с Тобою через святых Твоих. Да будет имя Твое благословенно и прославлено, ибо Ты наш Бог, Отец и Сын, и Дух Святой. Аминь.